Приплыл по океану из Африки матрос. В детстве закладывается какой-то элементарный оптимизм. А во сколько лет вы скажете ребенку, что есть смерть? Когда ты метешь двор, ты работаешь лопатой, голова у тебя свободна. Литература еще должна добавлять того, чего в жизни нет. У нас вообще кроликов нет, у нас зайцы. Что это такое? Где катарсис? Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях детский писатель, поэт и драматург, сценарист и радиоведущий, автор более ста книг. А если прибавить еще и переиздание, то автор более 330 книг. И то эта информация на 2019 год, сейчас, возможно, книг еще больше. Андрей Усачев. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Алексеевич. Спасибо, что пришли к нам. Скажите, а вот это добавление детский писатель, оно как вам воспринимается? Нормально или как-то? Нормально совершенно, да. Я в основном пишу для детей. Это основное, да. Иногда бывает такая формулировка дурацкая. Детский поэт, да, вот что такое. Ну, как бы, если ты поэт, то ты и писатель заодно. Прямо для детей поэт, это вот поэт, если либо ты поэт, либо не поэт. Вот, а детский писатель, это профессия, кстати. Вот, поэтому нет, я к этому нормально. Ну, отлично. Кстати, Сергеевич, Станиславский говорил, что играть для детей нужно так же, как для взрослых, только лучше, тоньше. Вот, вот, а как нужно писать для детей? Ну, уже эта фраза, она уже в каких только видах не существовала. Теперь ее уже Станиславскому приписали. Вы точно читали это у Станиславского? Это правда, мне надо найти первоисточник, это прям очень интересно. А вот, а тут было недалеко, и оно и есть, издательство, по-моему, Советский композитор, и там, значит, была фраза писать, ну, нужно, так сказать, как для детей нужно, как для взрослых, только лучше, а внизу прописали, а платить меньше. Нормально я отношусь к этому, хотя фраза довольно бессмысленная, потому что, если ты пишешь, не важно для кого ты пишешь, для старушек, для пионеров, пенсионеров, для детей, для взрослых, мальчиков, девочек, писать надо в любом случае хорошо, а вот лучше это что-то вот такое. Это из области, может быть, я могу понять, наверное, Станиславского в том смысле, что и детская литература, и детский театр довольно поздно появились, да, так же, как и детская одежда. Раньше шили, как для взрослых, то же самое, тот же фраг, там, все то же самое, только меньшего размера. А уже и мода, и литература, все появилось относительно недавно, всего-то лет, наверное, сто с небольшим назад. Поэтому для него заходы в детство, для кого-то, наверное, казались халтурными или непонятными, да, поэтому он пытался как-то вот оправдать вот это, даже, говорю, вы меня просто поразили, потому что это фраза бессмысленная. Ну, хорошо, но а как нужно писать для детей? Хорошо надо писать, надо писать, чтобы было интересно, ничего другого нет. Не потому, что это надо читать, не потому, что это... Если ребенку неинтересно, то это бессмысленно, как если ты пишешь для взрослого, тебе самому интересно, а на читателя тебя вообще, так сказать, он не волнует. Ну, зачем ты вообще так публикуешь? Ну, сиди тут сам себе и читай. Поэтому в этом есть некое большое лукавство об искусстве самодостаточном, ничего подобного. Потому что, говорю, если бы это писалось для себя, ну, не надо было бы тогда... А раз вы публикуете, значит, вы предполагаете, что вы кому-то что-то хотите сказать. Интересно такое необходимое, но, наверное, все-таки недостаточно. Интересно такой первый фундамент, без которого все остальное рассыпется. Ну, если мне неинтересно, зачем я буду читать? Да, я согласен. То есть это необходимое, но недостаточное. Помимо этого же еще что-то должно быть? А что еще должно быть? Не знаю, вот интересно. Ну, вот я тоже не знаю. То есть только интересно. Конечно, да. Ну, понятие интересно, оно ведь может быть по-разному, потому что кому-то что-то интересно узнать. Да, это не просто сказать, это не обязательно приключение. Это может быть какая-то вполне и неприключенческая литература. Интересно узнать, что думают другие люди. Да, это ведь тоже интересно. Должно быть, потому что нет интереса, нет вообще никакого смысла. Поэтому, что еще прибавить к тому, желательно, нет, можно добавлять, конечно, что желательно, чтобы это было весело. Ну, весело это, опять-таки, тоже интересно. И совсем не обязательно, что детская литература должна быть только веселой. Хотя, в общем-то, витамин Ю, он, конечно, должен присутствовать, безусловно, потому что, если ты в детстве не заложишь, если ты ребенка сразу начнешь грузить какими-то большими проблемами, размышлениями о смерти. Вот бабушка умерла, вот дедушке плохо. Это, вообще-то, не очень правильно. Это не к тому, что все пряники, пряники, пряники. Но, вообще-то, в детстве закладывается какой-то элементарный оптимизм. И детская литература должна быть оптимистичной. Я не буду покушаться на взрослую, которая тоже должна быть с катарсисом, которую у современной взрослой литературы нифига нет. Поэтому я ее не читаю. Как я рад, что вы это сказали. Потому что тошнит меня просто. А потому что литература еще должна добавлять того, чего в жизни нет. То есть, если в жизни все славно, сладко-сладко, то хочется подбавить в это блюдо немножко горечи. А когда и так людям жить достаточно проблемно, вы еще туда их грузите, это против божественных античных правил. Я так рад, что вы сказали про катарсис, потому что это моя главная претензия и к современному кино, и к современной литературе, что вообще про него забыли. Даже нет попытки туда зайти. Получится, не получится, но хотя бы туда попытаться. А без него настоящее искусство без катарсиса, оно бессмысленно просто. Поэтому да. Здорово. Вы свои первые поэтические тексты написали в 16-17 лет. Это были тексты для группы, в которую вы играли. Что это была за группа? Что вы играли? И на чем играли лично вы? Группа называлась «Ключи». Это была школьная группа. Нас было поначалу четверо, нет, пятеро, пожалуй, да. Потом у нас в конце концов осталось двое. Вот. Играл я на барабанах. А-а-а. Вот. Пели мы все подряд, конечно, потому что начинались там «Голубые гитары», там, ну, весь советский тогда ВИА, вокально-инструментальный репертуар, который в то время, так сказать, исполнялся. Вот. Ну, помимо этого мы, конечно, так сказать, осваивали рок-образцы и играли. Вот. Там и «Битлз» играли, и «Дипепл», и «Криденс», и там много чего. И это в школе можно было играть? То есть вам не запрещали, что вы западную какую-то музыку несете в массы? Нет. А потом, кстати, мы же тогда же переделывалось. Тот же «Криденс» по-русски «Скукотекстово» было замечательно их переделывал. И даже «Битлз» переделывал. Ну, чтобы поспорил старенький автомобиль, ну, кто будет протестовать. Вот. Нет, у нас была очень нормальная школа. Вот. На танцах мы играли. Потом мы играли уже, когда я в институт поступил, и мой, наш главный музыкант Сережа Сухинин, мы учились в институте, и у нас в группе осталось только два человека. То есть я на барабанах, а у Сережи были клавиши, где у него были одновременно басы, и все. И мы вдвоем, в общем-то, рассекали. А пел кто? Пел Сережка. Пел Сережка. Я у меня, как ни странно... Петь вы начали позже. Петь я начал позже. Вы начали писать для детей в советское время, ну, на излете уже, перестройка, да, была? Да, да, да. В 80-х, в начале 80-х. А, то есть еще до начала перестройки. Да, да, да. Как вы вообще вспоминаете то время, и почему пошли именно в детскую литературу, вот как вы осознали, что вы детский писатель, а не взрослый? Сейчас скажу, это достаточно просто, хотя слишком, может быть, просто. Вот. Никто не пишет, нет в истории, по-моему, такого человека, который прямо сразу начал писать для детей, потому что в юношеском возрасте все пишут о взрослых, нормальных проблемах, она меня не любит, я не хочу жить, как все бессмысленно, эти взрослые идиоты, ну, нормальные, в общем-то, да, да. Вот, поэтому в том возрасте, когда начинают писать стихи, для детей не пишут. Я тоже был вполне такой лирический поэт с какими-то философскими, иногда всегда посещали идеи. В определенный момент я просто понял, а я очень многие вещи до сих пор воспринимаю слишком прямо. Ну, вот сказала там, сказали тебе, что надо идти в армию, ну, значит, надо пойти в армию, ну, в общем, почему нет, надо что-то сделать. Я, в общем, как-то при всем при том законопослушный был, не знаю, остаюсь ли сейчас, но тогда точно. Вот, и я считал, ну, так, что лирический поэт вообще должен страдать, да. Байрон страдал и погиб, Лермонтов страдал, все страдали. Я тоже страдал. И как-то каким-то образом это шло поперек моей вот этой вот естественной шерсти, да, вот этот гребень заходил с другой стороны. Я страдал, 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 писал средней фиговости, лирические стихи. Сейчас даже вот пытаюсь вспомнить, думаю, что там это было. Вот пока в определенный момент уже там, это после первого института, после армии я поступил на филфак. Вот. Вот и случайно мне попалась книжка Даниила Хармса, детская. И я прочел Хармса и обалдел от очень простой, вот какой-то совершенно лапидарной мысли, что стихи можно писать и получать удовольствие. Вместо того, что я там вот это все страдаю, кровь из меня, там сопли, слезы, все это. И вот эта простая мысль, она меня как вот Хармс сотворил какое-то, по крайней мере, как насчет других чудес, но со мной он совершил чудо. Потом вы еще по нему диплом написали. Да, потом я диплом писал, поэтика детских стихов Даниила Хармса, конечно, я потом уже читал его взрослого, ну там я много чего начал читать. Вот так вот свершилось это чудо, я понял, а детская литература вот она сродни моему какому-то вот этому а пониманию вообще литературы, что все-таки должен быть сюжет и какую-нибудь там, я не знаю, Улиссы я читать, извиняюсь, кто может быть смог, великий человек, нужно памятник поставить этому человеку. Вот, это мне было скучно, потому что я был человек энергичный, человек позитивный, вот, у меня уже тогда было, как мне кажется, неплохое чувство юмора, и у меня это прямо вошло, я понял, что это мое. А так как юмор и детская литература это довольно близкие вещи, я еще тогда был в раздвоенном состоянии, потому что я писал какие-то смешные, немного рассказики какие-то смешные, ну там взрослые, невзрослые стихи писал. У меня еще вот это была раздвоенная дорога, то ли мне пойти в юмористику, вот какое счастье, что Дани пошел, это просто радость, вот, то ли в детскую литературу, вот, и с юмористикой там даже интересно получилось, был такой, а при журнале «Крокодил» семинар, куда приглашали всяких молодых, талантливых людей, предполагая, что они будут будущими сотрудниками, всем прочим, там много всякого разного народа было, вот, в том числе и известного. Вдруг меня приглашают работать в журнал «Крокодил», в отдел по, по-моему, поэзии, да. И я тогда чуть-чуть рассчитываю, что-то меня вот как-то думаю, а у меня я уже начал приличные стихи писать, меня стали печатать, вот, а в то время я уже, мы познакомились и были в очень хороших отношениях с Эдуардом Николаевичем Успенским. Я как бы рассказал про это дело Эдуарду Николаевичу, говорю, вот такое предложение. И он мне сказал, ну, классная вещь, я сам это предчувствовал, но он ее выразил точно. Говорит, если ты, говорит, смотри, либо у тебя время твое уйдет на то, что ты будешь сам писать, либо ты будешь читать всех других, и, как я помню, там сидят люди. Смешно. Смешно. Вот там же все убивается, знаете, те, кто профессионально занимается юмором, это вот на этом уровне буквально. И у меня тогда сработало, я понял, нет, 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 нет. Вот детская литература, прямо я счастлив, и мне хорошо там, вот тогда уже. Понимаю. Да. Ну, это так, если коротко. Да. В советское время, ну, вот, до перестройки, многие уходили в детскую литературу, это было такое прибежище для писателя. Да. Но получается, что у вас не так. Да, да, и вот в этом тоже есть кайф, потому что вот этот момент двоемыслия, который, безусловно, существовал, да, тебя там напечатают, а вот это надо убрать, это не напечатают, все время как бы у людей мозги раздваивались. А я вошел как бы на перестройки. И у меня вот этого страха, что меня что-то будут править, там, где-то что-то, у меня совсем не было. И поэтому у меня вот, я говорю, вот этого двоемыслия, оно мне до сих пор не осталось, потому что я вот как-то счастливо вошел в то время, не страдая до этого 10 лет от советской цензуры, еще от чего-то. Как-то я считаю, что мне сильно повезло. В отличие от многих, у которых этот комплекс сидит до сих пор. В одном интервью вы сказали, даже у очень успешных писателей бывает сомнение в правильности избранного пути. У вас были сомнения? Вы знаете, нет. Иногда усталость бывает. То есть, что-то ты устал, думаешь, что уже все, что ты мог сделал, уже ты ничего хорошего не сделал. Ну, это бывает, но это не в избранности пути. Я считаю, что я просто выбрал лучший из всех возможных путей. Вот я считаю, что просто мне повезло, что каким-то странным образом вот я попал в эту чудесную страну, которая называется «Детская литература». Борис Борисович Гребенщиков, который, ну, почти ваш ровесник, там чуть постарше, известная его строчка «Поколение дворников и сторожей». Я вот тут зачитаю нашим зрителям список ваших работ. Вы работали дворником, сторожем, барабанщиком в ресторане, машинистом сцены в театре сатиры, охранником на железной дороге, уборщиком на пляже, посудомойщиком. Какая из работы была самая легкая, какая самая сложная, а какая самая странная? Самая легкая была работа дворника, потому что писатель — это человек, который все время думает. Если ты думаешь над микросхемой, ты уже не можешь думать о рифмах, а когда ты метешь двор, ты работаешь лопатой, голова у тебя свободна. И еще более того, в отличие от сторожа, сторож все-таки ленивая профессия, ты все равно задницу отсиживаешь, в основном сторожа все-таки сидят. Вот у дворника эта работа здоровая, потому что, насколько я знаю, писатели особо спортом не занимаются. А тут ты берешь, выходишь, ты чувствуешь себя здоровым, у тебя правильный распорядок дня, ты в 6 утра должен встать. Так что я считаю, что самая легкая и лучшая работа — это дворник. Самая тяжелая работа у меня как раз была в журнале пионер, где я работал, потому что там надо было, там все непросто, там надо было прям голову ломать, причем над вещами, над которыми ты будь свободным художником, ты бы не стал. Надо было что-то выкручиваться. Вот это, наверное, может быть самое сложное. А самое странное — уборчик пляжа. Да, вот я тоже так подумал. А это было где пляж находился? Я почти два года жил в Израиле. Где у нас тут? В Москве тут, конечно, на пляже не поработаешь. Да, не поработаешь. Вот. И приехав туда, оказавшись на полной мели, я пошел вот так, где брали, где там тогда 4 шекеля в час платили, и можно было. Ты, конечно, сгораешь начисто, ты встречаешься. Желобье есть не только в нашей стране, как мы понимаем, но на их пляжах тоже сидят такие распальцовщики. Вот. Ну, ничего, оно кормило. Оно кормило. А когда уже вы смогли жить исключительно своим, так сказать, творчеством, интеллектуальным трудом? Вы знаете, довольно рано. Как-то так получилось. У меня же было двое детей, я работал на железной дороге, там у меня была неплохая зарплата. И, ну, зарплата была. И вдруг где-то в 87-м году, как я помню, тогда появилось первое независимое детское издание «Трамвай номер мы», из которого потом вырос уже известный журнал «Трамвай». И я там, в общем, в месяц уже стал что-то зарабатывать. У меня уже немножко там в перестроечном, там и в крестьянке какие-то стихи печатали, и что-то в том же «Крокодиле», и в детских там оплатили неплохо. В общем, тогда и в «Мурзилке» что-то выходило, и в веселых картинках. И у меня в месяц стало, в общем, чего-то выходить. И я, почувствовав такое, это самое, я пришел домой и сказал, что я больше на работу ходить не хочу, я и так обеспечу семью. Моя мама, конечно, ахнула. Да, это год 88-й, наверное, был. И сказала, у тебя же двое детей. Как же ты? Я говорю, мам, ну, если я решил. Вот. И вот с тех пор там... Супруга что сказал? Супруга у меня правильная. Вот. Она сказала, если ты так считаешь, так она и будет. Вот. Мудрая женщина. Да, да, да. Нет, потом были всякие приключения, конечно, приходилось пляжами подрабатывать и посудомоями, и чем-то еще, и еще. Вот. Но я ни разу не жалел, потому что ты принадлежишь... Ты свободный человек. Да. Вы, как сказали в интервью, я пишу для себя маленького. И сколько вот тому вам маленькому лет, для которого вы пишете? Или это варьируется? Варьируется. Ну, для... Можно, конечно, специально писать для самых там, ну, для четырех, для пятилетних, но я все-таки для сознательного маленького, который уже много чего понимал, а думаю, для кого-нибудь второго-третьеклассника. Вот, мне кажется, младший школьный возраст, это вот мой, когда я за поем читал все приключенческие книжки, и там Шерлока Холмса, и не знаю, и все мыслимые и немыслимые сказки. Вот, я думаю, что вот 8-9 лет, наверное, это мой возраст. А каким вы были ребенком? Послушным, хулиганистым? Послушным. Да? Да, я нормально. Я даже не знаю, от чего я был послушным, но, во-первых, у меня хорошие папа и мама были, они меня не насиловали. У меня чувство протеста как бы такового, да, так сказать. А братья и сестры были? Да, сестра была. Была и есть, вот, она младше меня на 6 лет, и, конечно, у нас совершенно разные интересы были. Вот, но она меня доставала, конечно, мешая мне читать или там делать уроки, это нормально, это свойство всех младших братьев и сестер. Учился я средне, я никогда никакими особыми способностями Ну, литературу я люблю, ну, литературу любил. История, пожалуй, мне была интересна. Мне физкультура нравилась, мне нравились. А при этом вы же поступили, у вас первое образование техническое, да? Да, да, ну, это по глупости и вот по тому, что я как ослик, говорю, все пошли, и я пошел. Знаете, у меня, говорю, я довольно как бы покладистый был человек, а просто у нас институт был недалеко, так сказать, я же в Зеленограде жил, а у нас только один из, вот, Московский институт электронной техники, все туда поперлись. Я думаю, ну, все поперлись, и я попросил. Я же-то не предполагал, что я буду чем-то серьезно заниматься той же там или музыкой, или литературой. Поэтому, ну, я потом уже осознал, какой я был идиот, в общем, но для этого надо было получить. А кем мечтали стать в детстве? Была мечта какая-то? Вы знаете, они настолько такие были абстрактные, я, конечно, меня завораживал весь большой мир, вот, потому что, когда ты читаешь, там, Купера, да, какие-то индейцы где-то, где-то какая-то необыкновенная экзотическая жизнь. А у нас здесь все, никакой экзотики нету. Поэтому, мне кажется, что мальчишки, они, ну, вообще мальчики, да, они в достаточной степени по-мужски романтичны, и поэтому, конечно, там, 15-летний капитан, там, я не знаю, там, и Том Сойер, и Гегель Берифин, это все какая-то экзотика, поэтому абстрактно я мыслил себе, чтобы такое, чтобы вот куда-нибудь поездить, попасть в какие-нибудь переключения, ну, то есть вот такой вот нормальный мальчик. А вот так вот, чтобы я хотел, знаете, есть же дети прямо нацелены, я восхищающе завидую, да, что ребенок уже там 7 лет, ему интересно там лягушек резать или там, не знаю что, но он уже хочет врачом стать или там еще кем-то, это прекрасно. У меня этого не было, у меня этого долго не было, говорю, первым делом я понял, чего я не хочу, я точно понял, что я не хочу быть инженером, ни физиком, ни химиком, ни математиком, оно мне просто вот, то есть я мог это осваивать, в принципе, даже обучился, вот, но я понял, что мои мозги опять-таки поперек стоят, что это не мое. Оттуда ушли, наверное, в армию с радостью какой-то. С радостью, с радостью, армия, это было счастье просто, я себя почувствовал нормальным человеком. А кем родители ваши были? Папа был механик, вот, у него всячески, он работал на хороших предприятиях, в общем, он и токарь, и все, там был мастер на все руки, в общем, мы очень ценили на всех работах, вот, а мама была сначала учителем, потом заводчим, потом директором школы, то есть педагогом, я из семьи педагога. А преподавала она что? Мама историю преподавала. А на каких, ну вот вы уже называли там 15-летний капитан, Фенемора Купера, на каких книгах вообще вы воспитывались? Ну вот на этих книжках и воспитывался, и на двух капитанах воспитывался, понимаете? Потому что человек, который прочитает два капитана, он понимает, да, что такое, это же неважно опять-таки советский ты, там, парень, или ты, неважно какой, ты все равно, ты некая мужская стать. Вот это существенно, потому что такие книги воспитывают мужчин, вот, а теперь, в общем, мы не знаем, что у вас, в основном, не общечеловеческое, все, от мужского мало. Да, да, есть такой момент. Важно ли для детского писателя сохранить себе вот такого внутреннего ребенка, и как-то вообще вы его себе культивируете? Ну вот этот вот вопрос сохранения ребенка, он такой, он понятный, но странный, потому что внутренний ребенок никуда не уходит, он же во всех остается, понимаете, в любом возрасте. Я говорю, меня всегда веселили мужики там лет там 40, которые под грибочком в детском сад, ну детский сад, если разобраться, понимаете, дети чистые. И сейчас ты, если смотришь, глубоко копнуть любого человека, это ребенок. Ребенок не остается, знаете, у очень редких людей, может быть, в детском доме, да, вот, когда не выпало, там, что-то связано с уголовщиной, когда ты оказался беззащитный. Что такое ребенок? Ребенок — это существо защищенное, поэтому способное к игре, к счастью, да, которое вот не только загружено всем, только обязанностями, да, у него есть какие-то... Поэтому, если жизнь у человека не слишком страшна была, да, там, не знаю, там, он не прошел зону, там, не знаю, какое-то там, ну, что-то страшное, то, ну, в 99% людей, конечно, ребенок остается, говорят, сказать, то есть тот, в ком убит ребенок, это страшные люди. Вот, я думаю, так. Поэтому чего его сохранять? Он во всех есть, тут же не вопрос, вот, во мне сохранен ребенок, поэтому я там пишу, да ничего подобного. Ну, вот, я вполне взрослый человек, вот, но если я могу позволить, да, играть, ну, и мы все любим играть, кто во что, кто в карты, кто в домино, кто на бирже, кто на скачках, все же играются. Просто надо выбирать, есть игры, которые мне симпатичны, есть игры, которые нет, а так, на самом деле, все дети. А если к книгам вернуться, а вот там у Митроли, Карлсон, эти книги вам как? Хорошие, хорошие, ну, они по-разному хорошие, потому что Карлсон, это по-своему хорошая книга, ну, Митроли, ее, конечно, привтащили взрослые, вот те, которые скучали по детству, а это не совсем детские книги, вот, но все равно, вот, но они привнесены вот взрослым, вот, хочется оказаться в защищенном каком-то милом мирке, который, да, хочется, может быть, они сами в нем не жили, но пытаются создать, по крайней мере, для своих детей. Это очень такие заботливые, уютные вещи, в которых хочется оказаться, и понятно, вот там же конфликтов-то нет как таковых, а основная литература, ну, до последнего времени, она же вся была конфликтной, да, и вообще, всякое искусство состоит на конфликте. Поэтому, когда мы сейчас, я читаю бесконфликтные книжки про каких-то кроликов, которые ходят друг к другу кофе пьют, вот какая-то такая, ты думаешь, это откуда, какая-то викторианская эпоха, у нас вообще кроликов нет, у нас зайцы, но почему-то все половина наших писателей и писательниц пишут про кроликов. Ну, это осколки, понятно, что это калька с англоязычной литературы, ну вот, и там вот этот славный буржуазный мирок, которого у нас нет, но желание там оказаться вот из области, из той же самой области. А правда, что Лилиана Лунгина, которая переводила Карлсона, очень смягчила книгу и сам образ Карлсона, что он в оригинале более такой ядовитый, злой? Я по-шведски, вот, надо сказать, вот, ничего не понимаю. Поэтому, может быть, так, может быть, нет. Я вот где-то читал и думаю, что это не пропагандистская ерунда, это давно уже, я лет 15 слышал, что в некоторых штатах даже Карлсона запретили, да, потому что, в общем, неподобающе подает пример добропорядочным американским детям, вот. Ну, может быть, ну, шпана ведь на самом деле, ну, добраться шпана, ну, обаятельный, вот. Так что, может быть, не знаю, не читал. Андрей Алексеевич, вот есть ощущение, что в современной подростковой литературе есть такое преобладание каких-то больных, третируемых героев. Есть ли у вас такое ощущение, и если да, то с чем это связано, как вам кажется? Ну, это, прежде всего, связано с тем, что в так называемой подростковой литературе, которая на самом деле не существует. Это мое глубокое принципиальное убеждение, совершенно не принципиальное, а просто ощущение. Вот. Что такое подростковая литература? Детская литература — это понятно. Вся остальная тоже понятно. Подростковая литература — это такое нечто сумбурное и непонятное, прежде всего, мы знаем, чего хочут взрослые, мы знаем, чего хочет ребенок, но никто не знает, чего хочет подросток. Это такая мутная весенняя вода, в которой все бурлит. Я детей, подростков понимаю таким образом, что вот они сами не знают, чего они хотят. С одной стороны, они хотят быть как все, ну просто как все, все, а с другой стороны, чтобы не как все. Вот вы как-то тут уже определитесь, да? То есть это несчастный возраст, который трудно переживается прежде всего ими самими, это понятно, да? Ну вот, и несчастные все вокруг, бедные взрослые, которым с этим надо что-то пережить, эту катастрофу. Это катастрофический возраст, поэтому ясно, что их терзают, им хочется страстей, вот весь этот там такой какой-нибудь дурацкий рок. Там очень много энергии, энергетики много, а мозги уходят в этот момент. И вот писать для безмозглого каких-то людей, это немножечко странное занятие. Но еще проза, я понимаю, есть так называемая школьная проза, да, когда вот там отношения в классах и все вот это, это ощущение там, там этого ребенка подвергнули как-то раньше культурно говорили о строкизму, вот теперь это по-другому называется. Это тяжелая тема и есть книжки, есть книжки хуже, лучше. Они есть, их кто-то читает. Но в принципе подростковый возраст — это вообще не время для чтения. В детстве мы читаем или нам читают сказки, а в подростковом возрасте литература уходит на второй план. Меньше всего их волнуют книжки. У них что, им надо скакать, тусовка — нормально, музыка какую-то группу послушает, все. Я тоже читал, я читал, когда был подростком, но я все-таки вот писатель, понимаете, я все-таки специфический человек. А в основном ребята не читают, и там я действительно считаю, что музыка там даже важнее становится для ребенка, чем чтение. Поэтому это просто надо пережить, и что такое подростковая литература, я не понимаю. Особенно не понимаю, знаете, подростковая поэзия — это как? Да, это уже совсем сложно. Вот да, вот я еще про школу там, да, какие-то повести там, где там какого-то ребенка загнобили, или у него проблемы с отцом, или там его во дворе, ну, в общем, двор уже теперь, двор уже отпал, это уже все прошлое, ну, не знаю, да, его там в чате зачморили, да, так сказать, вот. К сожалению, в моем подростковом возрасте много чего не было. А если бы, я уже стал, я прочел уже Гумилева, да, настоящая мужская, правильная мальчиковая поэзия, я его прочел уже, когда мне было уже лет 18-19, а мне бы его в 14 почитать, понимаете, там, вот, девчонки, вот, зачем им какие-то вот это самое, ну, у вас вообще-то есть Ахматова, есть там, ну, есть взрослые писатели, которые пишут о том же самом. Да? Да, и поэтому, что такое подростковый поэт, да, детский-то как бы странно. Нет, это да, это. Это вот, вот, поэтому для меня, говорю, вот эта тема, я, может быть, чересчур радикально высказываю свою позицию, ну, не позицию, а свое ощущение, но оно прямо совершенно точно. Ну, убедительно, убедительно. Да, да. А вот отсутствие положительного героя, вот вы сегодня называли там, 15-летний капитан, не знаю, Тимур его команда, два капитана, вот, то есть, был герой, которому хотелось подражать, равняться, хотелось иметь такого друга, вот сейчас такое ощущение, что такого героя не хватает. Пока нету, да, он расплылся. В свое время, когда я выступал, ну, вот, еще в 90-х, в те самые, да, 90-е, мы их теперь уже точно называем, что это 90-е были, вот, когда приезжаю в школу, ребята, там, кто из вас хочет быть там учителем? Там две девочки подымут. А кто из вас хочет быть бандитом? Ну, потому что бандиты ездят на хороших машинах, они крутые, они никого не боятся, они при деньгах, да, то есть, ну, вот тогда прямо вот сменилась эта парадигма, сейчас это уходит, ну, не все так быстро меняется. Я думаю, что мы вернемся к какому, я не знаю, к хорошему ли советскому опыту, к плохому ли, потому что при советской, ну, власти, что тут говорить, там, было и хорошее, и всякое разное, и плохое, но все-таки, вот, какое-то ощущение, все-таки вернуть какой-то идеал, да, так сказать, там, настоящего человека, который внимательен к своей семье, который может заступиться за слабого, который защитник своей страны, а не бежит при первом, мне не знаю, сказать, там куда-то, там его мама под юбку прячет, вот это все, я думаю, в какой-то степени вернется, как мы долго достаточно жили в безидеальном обществе, так сказать, потому что свобода, как некий идеал, это такая штука, она непонятна, свобода, во-первых, свобода от чего, да, хочется спросить, не свобода чего, а свобода от чего, вот, и вот кроме этой абстрактной свободы, которая может принимать любые, в том числе чудовищные формы, вот, никаких, вот, ну, вот, мне кажется, что вот образцы для подражания, они, говорю, сказать, они были отрицательны, сейчас все это немножечко снивелировалось, но я надеюсь, я не знаю, как дальше будет это, если мы вообще тут все это не закончится, третий мировой, вот, как мы дальше будем жить, но, мне кажется, маятник качнулся в другую сторону, как всегда, по лбу, знаете, у нас то в одну, то в другую шарахнулся, но хочется, чтобы вот это не сильно шарахалось, потому что всяко, как только мы оттягиваемся, да, и тут надо соблюдать какую-то мудрость, какую-то китайскую, что середина какая-то золотая должна быть. А вот ощущение вот такого упрощения, вот такое, что как будто он писателем под спудом где-то, вот дети этого не поймут, вот такое ощущение как бы упрощения, и тут вопрос вот в чем, все-таки писатель ведет за собой читателя или идет на поводу у читателя? Это вопрос, совпадает он с читателем или нет? Ну, потому что, если ты вообще, так сказать, идешь премеседленно в том же направлении, то ты можешь это возглавить, да, а вот развернуть попробуй, это тут гораздо сложнее. Это гораздо сложнее. Нет, ну, конечно же, писатель должен вести, в общем, на собой читателя, ну, правда, не выкручивая ему полностью мозги, потому что человек просто не сможет, ну, человек, это так же, как и там наша страна, как мир, это довольно большая система, да, нельзя сразу сказать, что вот вы шли не туда, развернули, все пошли в обратную сторону, надо, мне кажется, это делать аккуратно и сочувствуя, вообще сочувствие-то главное, да, сочувствуя читателю, сочувствуя своему соседу, вот, всем сочувствуя и понимая, что у каждого свои проблемы, ну, бережно и нежно, но все-таки, конечно, писатель должен вести, иначе смысла нет, это, знаете, сейчас же идут разговоры о том, что там идеология, не идеология, да вся литература идеологична, не идеологичной литературы не бывает вообще, потому что если тебе нечего сказать другим, то ты вообще, что ты, кто ты, а если ты что-то хочешь сказать, значит, у тебя есть своя идеология, значит, ты, в общем, идеология, все, все, все великие русские писатели были идеологичны. Ну, да, ну вот, о чем мы теперь, то у нас, знаете, у нас нет идеологии, у нас должна быть, ну, по крайней мере, у писателей она должна остаться, у всех остальных. Но при этом все писатели боятся просто как огня назидательности? Ну, назидательность, она просто, вот, мы все начали, наш разговор, да, что должно быть интересно, а назидательность неинтересна, вот, поэтому Ну, многие эти, ну, не многие, кстати, Александр Сергеевич, в принципе, этим не страдал. Старик Толстой, да, ну, что ж, ну, у него не только назидательный, но и идеологичный насквозь. Вот, и много хороших у нас писателей. А назидательность, ну, это такая штука, опять, это вопрос приправы. Это вопрос приправы. Но воспитательная роль в литературе существует? Безусловно, ее даже можно не называть. То есть, безусловно, если я, у меня есть дети, то даже если я их не воспитываю, как таковых, да, вот это, то они видят мой пример. Вот я говорю, у нас в семье, например, вы воспитывали, как вы воспитывали детей? Да никак не воспитывал. Но если ко мне, я жил так, ну, вот как я, они на это смотрели, они видели, как живут мои друзья, которые к нам приходят в гости. Вот это воспитывает, а не то, что вот ты что-то сказал. Поэтому воспитание, оно, его нельзя выделить в отдельную, как бы, категорию, по крайней мере, в писательском деле. Оно вот внутри, оно запрошито, как теперь говорят, уже в этой программе. Ну, просто сейчас, сейчас говорится, что какая воспитательная роль, искусство никому ничего не должно, и вообще, как бы сказать, вот оно живет какой-то своей жизнью. Искусство вообще никому ничего не должно. Но прежде всего у искусства есть авторы этого искусства, да? А авторам этого искусства что-то надо. Поэтому как это, вот знаете, тут вы, я тут, что хочу, ну, ты же чего-то хочешь. Вот вопрос, да? Поэтому вот это идеологичное, не идеологичное, это, по-моему, пустой спор вокруг, в общем, очевидных вещей. Это просто словесное какое-то заполнение каких-то графов. А вот это должно быть. Там уже все есть, понимаете? Просто, чтобы не получалось, как вы сегодня описали, вот эти вот кролики, которые ходят пить чай, и вообще, к чему, к чему, ни конфликта, ничего, ни, ни, нет, к чему мы ведем читателя. Ну, в этом есть тоже какая-то, это тоже ведь какая-то идеология, понимаете? Вот что вопрос, это тоже есть идеология. Человек наивный, думает, что он живет в неком мире, там даже волков нет, там барсучки какие-нибудь, там вот это все, и вот это все беззубое ходит, пьет кофе, так сказать, не предполагая, что вообще кролики едят траву, да, а есть еще и те, кто не травоядные, да, так сказать. Ну, вот это вот опять-таки желание какой-то вот этой тихой, вот этой гавани, в которой все так славненько. А хочется спросить этих мамочек, а во сколько лет вы скажете ребенку, что есть смерть? Потому что тут тоже две крайности, понимаете? С одной стороны, там начинают, говорю, в пять лет рассказывать, там, какими-то хитрыми метафорами, что дедушка, он там, вот он где-то там, вот там на, вот, какую-то фигню какую-то несут. А с другой стороны, ничего этого нету. И там до девятого класса детей за ручку водят в школу. Что такое, понимаете? Говорю, вот это инфантилизация полнейшая. Поэтому тут вот две крайности, понимаете, которых, я говорю, хочется, да вот, и не надо там про секс рассказывать в шесть лет, ни к чему это, ребенок не готов. А в четырнадцать он сам все найдет, вот тогда, если спросит, вот тогда вы ему ответите. У детского писателя, да и вообще у писателя есть вот путь реализма и идеализма. Вот что важнее для детской литературы, создать мир вот такой некий идеальный, который настроит ребенка на некие идеалы, на то, каким мир должен быть. Может быть, он не совсем такой, но вот каким бы он должен быть. Или такой реализм, когда мы готовим ребенка к тому, что в жизни есть и волки, и смерть, и еще что-то. Хороший вопрос, хороший. Я думаю, что вот не должно быть прямо не того вот, либо это, либо это. Должно быть и то, и то. Все по возрасту, понимаете? В свое время мы с Эдуардом Николаевичем Успенским написали книжку, которая называлась «Жуткий фольклор советских детей». Эта книжка, вот если ее читать в 4 года, но ребенок будет рыдать и плакать, потому что он испугается настолько, он заикой может стать. А в 12 лет уже поздно, потому что они уже сами хихикают, они придумывают пародии на страшилки. То есть всякая литература должна заходить, мы же не будем грузить ребенка войной и миром в 6 лет. Есть какие-то исключительные дети, но мы говорим о человечестве. Страхи, и взрослые, любимый жанр страшилки. Витамин страха человеку необходим, потому что когда он в этом кроличьем мире, прекрасном, с кофе, и вдруг приходит какой-нибудь страшный человек. А ясно, что сначала больше у ребенка защита, потом защита ослабевает, защита бабушек, потом человек остается без папы. Он вырастает вместе, он постепенно входит в мир. Поэтому для маленьких детей, конечно, не нужно ужасов войны. Это все тоже какая-то дрянь и ерунда, когда начинают из детей готовить непонятно кого. Но это постепенный процесс, это процесс так же, как формировалось человечество. Все должно быть постепенно. Поэтому это просто вопрос крайностей. Поэтому я думаю, что и реалистическая литература важна, в какой-то момент заходит. Я говорю, одновременно, хотя все равно это тоже сказки, и Фенимор Купер все равно сказки. Говорят, это же где-то там, это в финете, это же где-то там, это где-то в интернете, это в каком-то там где-то... Я помню, что у меня в детстве, когда сняли скальпин с одного персонажа, и там это еще так описано подробно, я помню, что на меня это произвело неизбодимое впечатление. Вот, да, это где-то там, вот, при всем при том. Вот, а если когда про девочку, да, которая живет в соседнем подъезде, это было по-другому немножко воспринимается. И географически, и по времени, это все не где-то там. Но это, говорю, это постепенно, это постепенная штука, но нужно все и то, и другое, и третье. Сейчас вот очень модное слово травма. Вот раньше, ну, я воспринимал свое детство как вообще какое-то счастливое время, хотя там и беды были, и все, но абсолютно как счастливое. Сейчас постоянно какое-то описание детства как нескончаемый травмирующий опыт. И более того, это переносится на литературу. То есть, например, многие мамы просто своим детям говорят не читать муму, потому что, значит, собачку топят. Более того, я встретил людей, для меня просто, кстати, было удивление, белый бим, черное ухо. То есть, люди, которые говорили, это была такая травма в детстве от этой книги, что я никогда своим детям не дам ни читать, ни смотреть этот фильм, я их от этой травмы сберегу. А если вот без таких книг, разве может? Ну, то есть, может, но они же учатся страдания, сочувствия. Да, да, да. Ну, это, говорю, это вопрос об инфантилизации, и что вот эти родители, они очень неправильно делают, потому что, вот, говорю, ничего нет, нам ничего не надо. Это все где-то в итоге. В разных чатах на меня уж по каким поводам, как на всякого приличного писателя не наезжали там. Плох тот писатель, на который не наезжает. Да, да, и феминистки там за какие-то стихи на меня наезжали, и какие-то клубы мамочек, что у Сачева, у него там сплошная жестокость. У меня было там где-то в математике, жил пират по кличке Джон, был трататат, что-то ужасен он. Пуля в глаз один попала, сколько глаз там у Джона стало. Ну, в общем, короче, не важно, да? Это кошмар, как же вот это? Ребята, ну тогда вы должны запретить, а вот если дать им волю, они запретят все. Тогда нужно начинать с борто. Уронили Мишку на пол, оторвали Мишке лапу. Все, борто мы не читаем. А что вы будете читать? Понимаете, да, вот и все. Это чудовищный, вот этот эгоистический, запуганный. Я не знаю, чем эти люди, какое у них там было прямо такое несчастное детство. Вот у меня было счастливое детство. Ну, то есть детство прямо, оно не безоблачное, но там свои страдания. Ну, естественно, у ребенка страдания, как у любого человека. Но вы их не накручиваете, вы не говорите, что вся жизнь это страдания вообще. Просто сплошные Иисусы и Магдалины. И не говорите, что жизнь вообще, так сказать, как у Будды, да, да, ну прямо вот она такая. Ну, все, все, говорю, все, вопрос, вопрос меры, вопрос меры. Ну, и мне кажется, вот вы сегодня затронули уже вопрос катарсиса. Ну, как раз через эти слезы, через эту боль, о которой мы переживаем, потом белым и черным ухом. Ну, я вот помню, для меня тоже это была, понятно, тяжелая вещь, и я плакал там. Но я эти слезы ни за что никому не отдам. Я рад, что они у меня были в правильном возрасте. Одно из главных качеств, которые определяет человека, его вообще-то существование в мире, это сочувствие вообще-то. И литература, чем она хороша, это вопрос сочувствия. Ты переживаешь за героя, ты ему сочувствуешь. Если у тебя этого нет, то ты не будешь сочувствовать ни своему соседу по партии, ни своему соседу и вообще никому, потому что в тебе этого нет. Поэтому безоблачная литература, она в каком-то, в три, в четыре, это нормально. Но потом, и сам ребенок взрослеет, всякая тяжесть по силам. А вот когда в подростковой литературе, о которой мы сегодня уже сказали, начинают писатели очень педалировать подростковый современный сленг, словечки вставлять, насколько это нужно, насколько это работает? Работает, наверное, я это не могу читать, но это работает сейчас, сленг меняется быстрее. И у тебя эту книжку, у тебя никто понимать не будет. Это вот такой, вот этот быстрый успех. Вот сейчас я вот про это написал. Ведь любопытно, что самые быстрые и в каком-то смысле даже до завидности, реагирующие на современность, это графоманы. Потому что, о, вот это, вот про это еще. И вот они начинают про какую-то фигню, которая вот она вот микроскопична, ну, по сравнению с проблемами человечества, там, да, не знаю, с какими-то большими вопросами. Ух ты, про айфон никто не написал, напишу-ка стишок про айфон, да. Это вот такая чрезмерная чуткость, я бы сказал, вот. Она странна, и, конечно, эти книжки не будут жить долго, потому что сленг, он ведь... И как мода будут быстро устаревать. Ну, конечно, да. И уже человек, который даже заходит с этим подходом, ясно, что в нем глубины-то никакой нету. Потому что, если ты вот пользуешься вот этим набором, то что у тебя внутри? Ну, в общем, мне кажется, так. Мне кажется, так. А в чем феномен Гарри Поттера? И вообще, Гарри Поттер — это кость в горле детских писателей, или нет? Нет. Нет. Большое спасибо Гарри Поттеру. Спасибо любой книге, благодаря которой дети начали читать. Сегодня они прочли «Гарри Поттер. Хороший он или плох?», а завтра они еще что-то будут читать. Я считаю, что Гарри Поттер — очень хорошая книга. И все наши отрицательные вопли по поводу, что Гарри Поттер, чему он там, это не наша книга. Это все от бледности и зависти. Сами-то возьмите и сделайте такого Гарри Поттера. Не хватает. Поэтому у нас, помните, шли эти паригаторы, эти танегроттеры. Причем, я же читал, я даже обалдел, что типа Таня Гроттер круче, чем Гарри Поттер. Это все завидки писательства писателей в этой нашей среде. Зависть работает, безусловно. А у чиновников свои резоны. Говорит, что это не наш. Нет, Гарри... Помните, как было, в нашу гавань заходили корабли, там, «О, Гарри, ты чужой, это не наш. О, Гарри, ты из другого океана». Понимаете? Хорошая книжка. Чем она популярна? Понятно, чем. Тем же самым, что там очень четкий социальный посыл. Гениально придумано, потому что живет ребеночек в какой-то там не самой благополучной семье, не самом благополучном районе и месте. Да, мы это можем взять где-то в Англии, а можем найти какого-нибудь ребеночка где-нибудь в каком-нибудь там муха сидельский, да. И он такой вот, ну никакой. И вот он понимает, что там у него там, он не может себе купить дорогие кроссовки, у него там, он не самый сильный там, у него никаких вот... А тут тебе дают потрясающую модель. Ты был никем, оказывается, в тебе заложено, да. Это чудесно, что и каждый ребенок читает, и он под него... Ну как же вот этот момент-то, да, сказать, да. И он на себя это перекладывается. Значит, в его жизни тоже что-то такое может случиться. Это классно придуманная модель, отлично работающая. И сколько вот уже потом за Гарри Поттером пошло вот этого всего, довольно много. Хорошая книжка, плохому она ничему не учит, она учит дружбе. И самое важное, она дает ощущение чуда, чего нам всем не хватает. А как придумать героя? Есть рецепт, как попасть в читателя-героя? Ой, вы знаете, я специально, вот специально не занимался. Ну, мы все формулу любви, формулу успеха все ищут. Да, так сказать, это нормально, думаешь, как бы там сделать. Вот это получилось случайно. Вот как раз, да, мой следующий вопрос. Одна из самых ваших известных героинь, собачка Соня. И я тут у себя в соцсетях перед интервью всегда пишу, что буду у кого-то брать интервью, подписчики что-то задают. Вот Ольга Раух спрашивает, как он придумал умную собачку Соню. Это наш любимый персонаж, пишет Ольга. И где-то вы писали, что был прототип у собачки Соня. Да, 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 да. Ну, у нас жила собака, да, это наша собака. Но она не так выглядела, в общем, она и в мультфильме не так выглядела, и в книжках уже, как ее только не рисовали в разных вариантах. Вот остановили, в конце концов, что не должно быть 18 вариантов умных собачек Соник. Вот это вот, как бы, это каноническое уже теперь. Я не предполагал и не думал, что я вот героиня напишу. Я просто, ну, я испытывал к ней некую нежность. Вот, особенно, когда остался один, жена лежала на сохранении, и я остался один с собакой. И в этот момент, ну, я не знаю, что-то... И в этот момент мне Успенский, тот же самый, вот он довольно много в моей жизни все-таки сыграл, он мне в свое время умные вещи сказал, умные вещи сказал Успенский. Он говорит, я-то о прозу не писал, он говорит, Андрей, на стихах не проживешь. Ну, вполне, да, прагматический вариант. Учись писать прозу. Это мы потом уже думаем, как создать героя, а когда человек, да, вот ему хочется что-то сказать, он не думает, будет ли это популярно. Ему хочется, я вот тогда написал эту книжку. Я к ней не возвращался, ну, к первой имеется в виду. Книжки у меня, так как мультфильм вышел, то она стала очень, там, популярной, и меня уж все издательства, напишите продолжение, там. А я не могу, потому что нужно вернуться в это чувство. То есть, ну, формально-то я мог бы, да, там, а собачка еще, там, собачка Соня на луне, а собачка Соня в аквариуме, там, неважно, где угодно, так сказать. Вот, а во мне это 20 лет не просыпалось. Потом как-то чего-то зацепилось немножко. И потом я уже, ну, вот, написал знаменитую собачку Соню, а потом азбуку Сони, дневник умной собачки Сони. Вот это, это последняя, она в этом году, вот, она просто вышла. И дальше, ну, я расстраиваю своих читателей, когда говорю продолжения не будет. Мы же уже все воспитаны в сериалах, жизнь-то бесконечна, да. Вот, ну, остается написать собачка Соня на том собачьем свете, да, так сказать, и все. Ну, вот с ней, вот я все, что хотел про нее, сказал. Только Наталья тоже так говорил. Потом воскресил Шарлоков и вернулся. Ну, да, да. Нет, ну, писать, да, нет, читатели, дети, особенно, ой, на это самое, а ежиков там, а вы напишите продолжение, ну, можно остаться, вот, как раз сидеть, одну и ту же книжку писать. Ну, как правило, все продолжения хуже первоисточника, и Гоголь там первые упоминания об этом. Поэтому все, что пишется уже на истощении материала, ну, это бессмысленно. Вот, я, как мне кажется, мне сказали, я так тихо про себя радуюсь, вроде умные люди сказали, и не лгущие, что вторая книжка, и вот, что, ну, там, стихи-то с прозой не сравнивают, что она не хуже была, чем первая. Понимаете, это очень важно, потому что ты же вкладываешь туда все чего, а сколько за этим осталось? Вот про эту книжку тоже. Да, вот сейчас как раз мы в предновогодние дни, после новогодней находимся, вот все про Дед Морозовку, как создавалось, и вот есть конкретный вопрос. Виктория Грекова, привет ему вам, от двух моих младших. Дочь, 8 лет, интересуется, почему Дед Мороз из Дед Морозовки спокойно общается с людьми, он же должен скрываться, спрашивает молодая девочка. А какой Дед Мороз, из книги или в реальности? Ну, вот она спрашивает, Дед Мороз из Дед Морозовки, почему он... А он, во-первых, он не так много с людьми общается, у него там, если она внимательно читала эту книжку, то там Дед Мороз общается практически только с двумя людьми. Вот так вот. Вот, это с лесником, который живет в этом же практически заповедном лесу, и его, это Петрович и Петровна, а с остальными у него хватает своих, в общем-то, волшебных дел. Нет, он с людьми там не общается. Так что он скрывается, только... Да, да, они внимательно читали. Только просветленный лесник смог увидеть Деда Мороза. Вот, а значит, я написал в свое время одну книжку, но я понимал, что там, так сказать, вторую легко. Вот, и когда уже я понял, так сказать, что я уже на исходе, и читатели пристают, напишите продолжение, я понял, что надо как-то закончить, покончить. Я сказал, что я пишу последнюю книгу, и больше снеговиков не будет. У всех детей была оторопь. Ну, там, у взрослых, ну, что их, они растают у вас? Ну, как их, будет, не будет? Ну, я нашел, как мне кажется, вот правильный, катарсисный способ. Снеговики исчезли, но они не растали. Их просто... Дед Мороз совершил самое великое волшебство, он превратил их в обычных детей. И они стали детьми. И все, поэтому с снеговиками я закончил таким, как мне кажется, достаточно изобретательным. Правда, теперь иногда, знаете, а вы про детей напишите, которые бывшие снеговики. Читатели найдутся же, что задать. Да, если читателю хочется, это... Вы уже не раз сегодня произносили имя Эдуарда Успенского. Как вы с ним познакомились, как у вас с ним работалось? Говорят, тяжелый характер был у него. Вы знаете, по-разному. Со всеми по-разному. Есть люди, которые со всеми хорошо общаются, есть такие мизантропы. Нет. Эдуард Николаевич, ну, помимо того, что он действительно великий человек был, по-разному. Он не ангел был, безусловно. А кто говорит, что тяжело с кем? С кем-то. Например, он был очень демократичный человек, и у него не было вот этого, что я тут великий писатель, а вы тут все никто. Нет. Он запросто у него... Он дружил с кузнецами, с механиками машины. Не потому, что они ему там делали машины, ликовали там решетки. Он был любопытен к людям. Ну, в достаточной мере эгоистичен. Это понятно. Мы все в какой-то степени. Но он не был тяжелым человеком. А старость, она, конечно, всех не украшает. Но по молодости, как только он где-то появлялся, это смех, это радость. Он никогда специально людей не оскорблял. В нем не было вот этого снобизма, скажем там, ни писательского, ни человеческого. Поэтому вокруг него, скольким людям он помог, это просто фантастика. Это же не только меня. Он в достаточной степени, благодаря ему я очень многих вещей достиг. Он помогал там. И Тим Собакин, он помогал там. Вокруг него всегда круто. Прямо большая масса людей. Не только писателей. Вокруг там и композиторы, и художники. Вот он вечно придумывал что-то. То есть это был человек фантастический, моторный. А как всякий мотор, ну, что-то могло там... С годами, понятно, мы все становимся не лучше. И, к сожалению, ну, на мой взгляд, ну, последние уже его вещи, они стали не сильно критичны. Ну, в этом где-то виновата немножечко, я так думаю, именно в этом советская власть. Потому что она в нем выработала бойца. И он привык воевать. С той стороны зло. Издатели, редакторы. Я должен всех победить. И этого генерала КГБ. А когда все это рухнуло... Ну, груши-то нету, на ком тренироваться. И мне кажется, что немножечко... Конечно, последние вещи его слабее. Но то, что он сделал для нашей культуры своим первым двадцатилетием, это революция, я считаю. Конечно. А как с ним работалось? Вы много работаете с авторствами? Ну, с ним по-другому получалось. Ну, страшилки, мы же их не вместе писали. Он мне просто дал большой мешок писем и сказал, работай. Собственно говоря, такую основную работу, конечно, сделал я. Но идея написать вот эти смешные комментарии, это его идея, и он их писал. Мы с ним какие-то... Но вот с ним вместе писать мы пробовали пару раз, вот не получалось. Ну, это вообще очень сложно садиться с человеком и вот прямо садиться и писать. Потому что у всех разный характер. Это редчайшая. Иначе все были тут прямо с авторов. Все были бы Ильфы и Петровы. Да, да, да. Все были бы Ильфами и Петровыми. Сценарии мы писали. Мы делали года три. Мы работали, делали новогодние представления для московской мэрии. Вот. Ну, канву вместе можно. То, что придумывается, оно придумывается самым. А сцену каждый писал, ну, вот вы пишете здесь, я пишу там. Вот. Там обменивались. Но это не было вот так, как у Ильфа и Петрова, что один лежит на диване, а второй сидит за машинкой, да, так сказать, запечатанной. Ну, я тоже специфический человек. Если мы с другими соавторами иногда работаем, бываю довольны, в общем, как-то что-то мне не нравится, не заходит. Вот. Но он жестким в этом плане не был. Понимаете? Там у нас в книжке, ну, в этих страшилках, там, значит, у меня есть такое примечание, что черная там рука, что все эти страшилки там, черные там машины, которые, что это все времен там 37-го года, когда люди исчезали. Вот. Ну, я такое это написал. Вот. На что Успенский написал? Один из авторов, а именно Успенский, не согласен с этой точкой зрения такой-то. Вот. Ну, там из уважения. Ну, понимаете, вот изящество в этом было безусловное какое-то. То есть в этом не было, я сказал, так будет. Вот этого в отношениях с ним не было в творчестве однозначно. А придумывать, да, сидели, в свое время же придумали этот первый журнал «Самовар», и издательство тоже там, в общем, сидели как издательство «Самовар», в общем-то, мы с Эдуардом Николаевичем Успенским как бы и концепцию придумали, и все. Но он, конечно, был мотор фантастический. И вот в вашей биографии есть такая удивительная страница, это мюзикл «Тот», где вы писали либретто, для тех, кто не знает, это мюзикл группы «Король и шут». Как вас туда занесло, как он работал, и вообще Михаил Горшенев, так сказать, не на сцене, а в жизни? Что был за человек? Какие у вас о нем остались впечатления? Ну, занесло меня туда случайно. У меня есть такой соавтор, прекрасный драматург, один из лучших в нашей стране, Михаил Бартенев. Он вот прямо драматург-драматург, я иногда, так сказать, пишу пьесу, а он нет. Вот, и у нас в молодежном театре, то что на театральном площади, так сказать, вот у нас там ставили мюзикл «Алые паруса» с Максимом Дунаевским, это была как раз там премьера, и мы задружились, я в данном случае, познакомились с людьми из этого театра. И вот один из них, фамилия Любый, был фанатом «Короля Ишута», и он прямо был его фанатом и фанатом. Вот, и однажды он к нам с Мишей Бартеневым позвонил, говорит, хочу встретиться, ну, мы встречаемся. Он говорит, а не хотели бы вы написать вот для «Короля Ишута» вот такую вот историю? А мы с Мишей переглянулись, потому что все это, конечно, вся эта страшинка, вся эта, сама история такая бредовая совершенно. С другой стороны, «Король Ишут» для меня, я все время хихикал над этими страшилками, ели мясо мужики или вурдалаки, какие-то, ну, какой-то детский сад. А история, так, если зритель не знает, то и цуй не тот, тот самый демон-парикмахер с Флит-стрит, который убивает там. Да, который перережает горло, да, так сказать, своим жертвам и потом делает пирожки. Вот, кстати, пирожки из мяса, вот одна из наших страшилок, да, то, что там нашли ноготь какой-то девочки, там в каком-то пирожке мама открыла, она и ногти покрасила. Короче, жуткая фигня это все. Вот, кстати, она запустили эту мульку англичане, естественно, там, я забыл, в 1850-м году первое упоминание об этом Тони. Потом вышел Саундхайма, по-моему, нет, не помню, чья музыка, значит, уже и фильм был, но фильм потом, фильм потом появился. Тима Бартона, да, да, да. И предложили эту штуку. Мы сначала обалдели, потому что группа Король Шут прямо вот что-то, я все-таки на другой музыке воспитан, вот, а тут какой-то... А потом подумали, а почему нам не порезвиться с таким материалом? И мы согласились, предполагая, что это, ну, постебаемся. Вот. И потом мы познакомились, как раз приехал Миша Горшенев. Выглядел, ну, вы представляете, как мне надо рассказывать, как выглядел Горшенев. Это все такой. И мы стали с ним разговаривать. И Миша оказался, несмотря на всю эту свою внешность и косноязычный, косноязычный был фантастический, двух слов там как-то, я думаю, и вот для этого мы будем работать. Оказался удивительно тонким, нежным, духовным человеком. Я говорю, когда мы стали разговаривать, а Миша, а что вы любите, что вы читаете, вы же не только песни поете. И когда он произнес, что у него любимая книга «Виной за дуванчиков» в Брэдбери, ну, тут мы просто улетели. Но вопрос же не в том, что он ответил на этот вопрос. Он сам по себе был очень трепетным человеком. Кстати, и потом мы смотрели, там же и его брат писал «Кукрыниксы», Алексей Горшенев, они отличные мелодисты. И если в эту музыку вложить приличные стихи, а Михаил Бартенев замечательные тексты стихотворные пишет, на мысле даже лучше, чем я. Все срослось. Умные, ну, по крайней мере, не идиотские тексты и хорошая музыка, и когда мы получили результаты, причем мы работали по-разному. Иногда мы давали стихи, он писал, а какие-то вещи у него были, прямо вот мелодии, мы иногда то, что называется, в рыбу вписывали. Вот. И когда мы послушали этот материал, думал, ого-го. А когда пошла премьера, да меня самого захватил, как вот, как если бы мне было лет 16, такой драйв. Я думаю, ну, вот надо, чтобы мы тут пошутили с Мишей. Такая хорошая история. Иногда, когда там подростки узнают, что я автор, у них прямо вот особый респект, то есть не только собачка Соня, но для этого возраста мы тоже что-то сделали. Хорошая, странная история, вот такая случилась. А он долго шел мюзикл? А он до сих пор идет. Он до сих пор идет. Ну вот, в прошлом году в Москве было два или три, по-моему, там арена была, еще какие-то большие залы. Вот, несколько примеров было. Он играется в Питере, в Москве, и сейчас они собираются, и сама группа, которая теперь называется Северный флот, это те, тот же Король и Шут, да, они называют Северный флот, они работают с этой программой, возят ее по стране, и везде, в общем, очень хорошие отзывы, и залы полные. Вот так вот. Шоу «Мазгоон». Да, да, да. А вы вот сериал вышел недавно про Король и Шут, не смотрели? Я не успел посмотреть, честно говоря, хочу посмотреть, потому что мнения очень разные. Ну да. Но Миша хороший, Миша хороший был. Да и ребята у нее, слушайте, с этими музыкантами, они какие-то очень такие живые, несмотря на все эти устрашения, там, панк-рок, это все. Слушайте, умные, образованные люди. И вот еще пара вопросов от зрителей. Юлия Рахаева спрашивает, как вы договорились с Петром Ильичем Чуйковским, когда решили потроллить французскую песенку? Ну, с Петром Ильичем у меня против никаких конфликтов быть не может, потому что Петр Ильич просто один из трех моих самых любимых композиторов. И вообще странно, что русский человек не может договориться с Петром Ильичем. Да, там же не только Петр Ильич, там же я объединил и Бетховен зашел туда. Значит, для тех, кто не знает, рассказывает. Да, давайте расскажем. Начнем с того, что я все-таки пишу иногда музыку и песни, хотя я уже не барабаню, но выяснилось, что иногда я могу что-то музыкальное хорошее сделать. И у нас с моим соавтором Александром Пенегиным, такой композитор, просто мой любимый, я считаю, что он лучший из тех, кто сейчас вообще пишет что-либо для детей. Мы с ним написали огромное количество песен, иногда мы их писали проектами. И у меня возник этот проект «Игра в классиков». Там писалась музыка и на Бетховена, и на Моцарт, там скрипучий концерт. В общем, всю классику, какую можно, мы постарались написать. То есть хотелось, чтобы эта музыка не просто звучала, а чтобы она была со смысленными словами. Иногда это может быть прикольно. То есть это есть такие стебные вещи, иногда очень трогательно. Например, если взять «Пергюнта». Ну, мне хотелось, я же чувствую, что там слов не хватает. Я написал. Уехал, мой милый, в далекие края, в далекие края. Лишь ветра унылую песню слышу я. Лишь песню слышу я, метель все замела. Ну, неважно. Вот, короче, мы, даже два альбома в конце концов получилось. Вот, написали, написали такие вот штуки, веселые, грустные, разные. То есть музыка без слов приобрела какие-то смыслы. Вот, а стихотворение Маршака, оно, кстати, калька. Приплыл по океану из Африки матрос, Малютку обезьяну в подарок нам привез. Ну вот, приплыл по океану из Африки матрос, Малютку обезьяну в подарок нам привез. Сидит она, тоскуя, весь вечер напролет, И песенку такую по-своему поет. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Это уже Бетховен пошел. Ну, а там все сошлось. А почему я сказал, что калька? Потому что есть такой, ну, он есть, он был, он есть, великий первый комиксист Буш. И у него есть Вильгельм Буш, это не президент Соединенных Штатов, есть приличные Буши. Вот, это приличный Буш, немецкий комиксист, который написал известные вещи, ну, нашей публике, известно тем, что он написал в переводе, тем, что он написал Плюха и Плиха. Если вы читали перевод Хармса, прекрасный. Вот, он много чего написал, и в том числе начинающая советская литература, которая начинала на пустом месте, то есть не советская, только вообще русская начала века, они искали, откуда вот чего взять. И у Маршака существует несколько переводов у Вильгельма Буша. А у Буша есть чудесная история, вот сочувствие, вот дети будут рыдать в конце, до этого смеяться, в конце рыдать, которая называется, а, обезьянка Фипс. Это про обезьянку, которую привезли в Германию, из Африки, там, матросы ее привезли, и дальше она начинает проказить, и, в общем, ну, там, дело плохо заканчивается, но она смешная, она там у парикмахера живет, кому-то она уши прижигает, там, кому-то нос отстригает, ну, в общем, короче, такая штука забавная. И вот это вот приплыл по океану из Африки матрос, малютку обезьяну, в подарок нам привез. Это просто взято, вот это, ну, Маршак это гениально сделал, он вообще был в большей степени переводчик, нежели, собственно, автор, и, ну, как-то вот у меня срослось. Вы знаете, вот откуда? Потому что тут Чайковский, тут это стихотворение как-то ритмически совпало. Это же ритмы вселенной. Вот, поэтому я надеюсь, я не буду говорить, я еще, может, лет через 20, или там через день, как Господь даст, я если Петром или чем увижусь, я спрошу его, вы не сильно на меня обиделись? Мне кажется, что ответ будет, что не сильно. Ну что, поскольку Андрей Алексеевич даже запел, я считаю, что интервью удалось. Я вот сейчас вас слушаю, слушаю, заслушиваюсь, и, а нет желания написать взрослую книгу, может быть, книгу мемуаров, вот рассказать все эти истории про Успенского, еще про каких-то людей. Нету. Нету. Нету совершенно четко, потому что я этого не умею делать. Я очень трудно пишу прозу, очень трудно. Стихи у меня легче идут, а с прозой я сижу, если я в день страницу написал, это уже счастье. Поэтому, и потом я больше, наверное, все-таки придумщик, нежели, вот, есть люди, которые внимательны. Вот я сейчас выйду, сейчас я тогда что-то пытаюсь запомнить, в каком вы пиджаке сидите, а другой бы все уже рассмотрел бы, там, что там, какая рубашня. То есть люди внимательны к деталям. Я внимателен к мыслям, к чувствам, но вот у меня вот это, ну, вот то, что очень важно для настоящего прозаика, да, который пишет, как, не знаю, как Толстой описывает, или как Гоголь, да, какие у него детальки, какая там смушковая, там, шапка, там, еще что-то. Вот этого у меня нет. Поэтому это для меня было бы слишком, и не имеет смысла. Чем вы порадовали в последнее время своих читателей? это вот книжки, которые вышли, вот только в этом, практически в этом году все. Я буду показывать, а вы тогда пару слов. Да, да, вот эта книжка с таким провокационным названием, вот, она внутри до какой-то степени провокационна, потому что все страсти вокруг ЛГБТ, они дошли уже до маразма, вот, и я сам знаю примеры, когда там убирают декорации с радугой, еще что-то, ну, то есть маразм, в общем, такой чудовищный. Мне хотелось написать что-то в защиту, защитить, спасти вообще нашу радугу, да, которую все-таки нам дали сверху. Это благое дело. Но книгу пока не запретили? Вы знаете, четыре крупнейших издательства отказалось, московские. Ну, у меня есть друзья, у меня вот, у меня есть друзья в Магадане, и есть магаданское издательство «Охотник». Там, они... Но если что, то уедете-то к друзьям. Да, да, они сказали, дальше Магадана не сошлют, и опубликовали. Ее боятся библиотекари, даже вот мои любимые Российской Государственной детской библиотеки, где я председатель попечительского совета. Когда мне сказали девушки, говорят, чтобы на нас не было рекламаций, а то какая-нибудь сумасшедшая мамаша напишет, что что-то такое, хотя там ничего дурного совершенно нет. Там, наоборот, идет как раз степа этой темы, вполне нормальный, и взрослые свое каждый раз вычитывают. А для детей там нормально, там три богатыря готовы, готовы, там есть настоящая работа, есть фальшивая. Ну, в общем, это вот такая вот книжка. Мы ее написали с моим соавтором, Мишей Макиенко. Это уже вторая книжка, которую мы вместе написали, про бабок-ежек. Это у нас было «Спасти Деда Мороза». Вот теперь мы спасаем радугу. А Саксу, пусть она запрещает Библию, потому что Ной, выйдя из Ковчега, увидел радугу. Да, да, да. Которую Господь послал. Да, да. Вот. Эта книжка, ее просто сейчас переиздают и переиздают. Ага. Да вот. А кто-то пошутил, сказал, говорит, название неправильно, надо вот так было бы сделать. Вот, вот так вот. Вот. Это книжка, которая много раз издается, это идиоматические обороты, она прямо, по ней учителя многие занимаются. Вот. Я рад, что ее переиздают. Сейчас еще одну книжку по русскому языку пишу. Вот. Уже с серьезными, с правилами. Правила не я придумаю, я, в общем, придумаю всякие примеры, чтобы дети легче запоминали различные, как пишутся различные слова, как там выстроить грамотное письмо. Ну, так что вот эта книжка, ну, хорошая, большая, толстая, в ней много, в ней, по-моему, около трехсот идиом различных. Поэтому, если хотите обогатиться, ну, это не новая книжка. А у вас есть рекорд по переизданиям? Наверное, Соня. Ну, она как самая, да. А сколько там, не помните с переизданий? Не, не, у меня спрашивают, вот сколько там это, не знаю, много. Вот. А это с двусторонней книжечкой, видите, какая она, да, такая вот. Другая. Вот. У меня такая книжка-то вот с таким вот названием вот выходила, вот. А мой постоянный соавтор Галина Дядина, прекрасный поэт, вот. У нее тоже были стихи на эту тему, мы сделали двустороннюю книжку, то есть у нее хулиганские стихи, у меня неправильные сказки, хотя можно было бы ровно наоборот назвать. Вот такая прямо вот очень с хорошими, и художника даже два, у меня Сережа Гаврилов, а у нее прекрасный Женя Антонинков. Чудесная книжка. Вот хотите про катарсис? Да. Тут есть, да, вот Галя написала стихотворение про катарсис. Как раз это будет темой нашего интервью. Вот, прекрасно, сейчас я найду. Вот у нее есть прямо какая-то. Есть некатарсисное стихотворение у Огни Львовна Барто, но так бывает, на всякого бывает проруха. Вот. И у нее в том числе, но если вы, конечно, помните, уронили зайку, а, вру, зайку бросила хозяйка, под дождем остался зайка, со скамейки слезть не мог, весь до ниточки промок. Ну что это такое? Где катарсис? Ну, сочувствие-то и есть оно. А вот Галя написала прекрасное вот это вот. Мне прямо вот это вот нравится. Какая чудесная картинка. А зайку бросила хозяйка, под дождями вырос зайка, со скамейки мокрый слез и ушел в дремучий лес. Вот так вот надо. Прекрасно. Просто полет неизданно кукушки, о свободе, ушел в лес, вернулся. Так. Это не этого года книжка, это книжка издательства. Поразительно, что книжку про русский музей выпустил опять-таки Магадан. Понимаете, да? Тут у меня сразу три соавтора. Или четыре, сейчас скажу. Четыре. Вот потому что у меня были книги по искусству, прогулки по Эрмитажу, прогулки по Третьяковской галерее. А вот русском музее я предложил моим любимым писателям поэтам написать стихи. Поэтому здесь есть стихи Галины Дядиной. Тут есть несколько стихотворений Мохотина Сергея. Здесь Михаил Яснов, Анна Игнатова. Мы просто выбрали картины. Если вы посмотрите, то любую картину открывайте, к ней есть стихи. И стихи просто все прекрасные. Да, вот. Да, вот тут все. Вот, пожалуйста. Вот такие книжки выпускают наши дальние окраины. И вот, ну, это уже, это книжки несколько лет, а это прямо вот недавно вышло. Называется «Каменная книга». Каменная книга. Вот, и тут, значит, просто когда я был в Магаданском музее, я увидел камни потрясающей красоты и понял, что ты, на самом деле, это не просто камни, это иллюстрации к ней написанные книги. Вот. И мы взяли, так сказать, вот там эти камни, отовсюду, где могли только найти. И вот там есть несколько сделанных, например, там вот там авторы иногда вырезали из камня, да? Ну, вот это вот ясно, что это работа сделанная. А есть прямо, настолько красиво выглядит, ну, вот, например, это вот, это колобок, видите, твердокаменный, который зачерствел, да? А это вот, сейчас я найду, тут есть прямо вот такие, прямо красивые штуки, что вот это, например, заяц, да? Смотрите, какой он скачет, да? Вот. И тут вот важно было увидеть, поэтому увидели, да, так сказать, в этих, в картинах какие-то образы. Вот тут, например, мне это очень нравится, это вот, если приглядеться, то это два ежика, смотрите, видите, в норке, это зимние ежики в берлоге спят, ну, в берлоге, в ежиной норе. Или вот тут, прямо вот это у меня самое любимое, вот тут даже песню такую Саша Пенегин написал, «Лунная лошадь», смотрите, какая грива, да? Ага. И вот такое богатство, потому что это самое крупнейшее в мире месторождение вот этих камней, которые находятся в Магаданской области, прямо вот чудесно. И вот они выпустили вот такую книжку с такими вот прекрасными, вот, с такими прекрасными. Каждый раз можно просто разглядывать, а можно еще и почитать. Да можно еще и почитать немножко, вот. А художник Игорь Олейников, просто вот он тут еще гномиков прорисовал, которые хулиганят, вот, там что-то откалывают, где-то там с рюкзачком кофе пьют, такой гномик-геолог, который ищет все эти волшебные камни. Красиво? Красиво, не то слово. Вот, вот этой ерундой мы и занимаемся на досуге. Ну и заключительный, последний вопрос. Нас смотрят люди, которые сами пытаются писать, пишут что-то. Какой бы совет вы дали начинающим детским авторам? Занимайтесь физической культурой, потому что детский писатель должен жить долго, писать много, вот каждый день часов по 10. Ну, желательно. Вот это не то, что, знаете, мы поработали там на работе, потом пришли, пописали, как говорил Михаил Светлов, стихи во вторую смену не пишут. Вот, поэтому, если вы уже занялись этим серьезным делом, это надо отдаваться ему полностью, целиком. А так вот, что-то я вот написал. Вот. Либо это один, а второй, даже если у вас не получается, даже если у вас ничего, все равно. Вот выходит иногда книжки, ну, видно, что человек, я говорю, ну, это останется памятью для вашей семьи. Это, может быть, не для всего человечества, да, ну, вот, по крайней мере, ваши дети будут читать это вашим внукам. И неважно, какая она книжка, которую написал дедушка или бабушка, вот это вот важно. То есть, если хочется, пишите, понимаете? Вот. Ну, что я могу еще сказать? Хотите, пишите. Вот. Не переживайте. Ну, писатель, довольно сволочная профессия, если быть профессионалом. Довольно сложная. Вот. Потому что хорошо быть успешным, понимаете? Успешным писателем быть хорошо, это могу сказать. А если у тебя там, ты пишешь много, а у тебя одна книжка в год выходит, там, в лучшем, а то, может быть, раз в три года, да, и жить этим нельзя. А откуда взять силы, откуда взять деньги, ты вообще непонятно, зачем этим занимаешься, у тебя не складывается. Это трудная профессия, вот. Поэтому подумайте прежде чем. Потом, если бы у меня была возможность, не было бы этого зуда дурацкого, я бы с большим удовольствием читал бы чужие книжки. Чего это мучается вообще? Столько прекрасных книг. Вот. И не болейте, да? Я говорю, писателю нужно здоровья. Спасибо большое. Андрей Алексеевич Усачев был у нас на Первом литературном телевидении. Алексеевич, большое спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо. 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 Спасибо.